Опять заправка топ-лайн Опять я пистолет не нажал И опять бензин У меня нашел На 2 рубля 80 копеек Что за фигня Вот вопрос Почему я второй раз заправляюсь Я пистолет не нажимаю У меня бензин уходит Под давлением включается сразу колонка А почему не на всех заправках так? Не знаю Топливо потому что оно в шланге Под давлением оно сразу А почему не на всех колонках? Ну вот не на всех и не всегда так происходит На топ-лайн специально на 3 заправках заправляюсь по нулям Ну это же с колонкой значит что-то не так В курсе все начальство все в курсе Начальство все в курсе Вот это видео было записано в 6 часов утра Сегодня 13-го, как говорят, 2018-го года На АЗС, как выяснилось, по-моему, номер 12 По улице Омская, 25-я примерно линия Там чуть дальше Не в этом суть Я не хочу ни в коем случае очернить сеть АЗС Что у них плохой бензин Я заправляюсь только на АЗС Шоплайн, бензин меня устраивает Дело не в этом Дело в всем суть Что при такой цене бензина Как мне кажется Ну и люди, которые поддерживают меня Что нас дурят Нас дурят Дело не в том, что плохая или хорошая заправка Дело в том, что дурят или нет После вот этого моего некого балабольства Будет запись разговора с техническим представителем Сети заправок топлайн Можете послушать Но ей предшествовало К сожалению, звонок не записался Почему-то программка не сработала Просто с оператором С некой женщиной Не помню даже Как ее зовут, по-моему, она не представилась Тоже с компанией топлайн Она мне сказала Что вот такая работа колонок Не является нормой Хотя мне мужчина потом сказал Что это все нормально То есть я не знаю Она мне предложила Что если у вас такая ситуация Получается Вы просто Ставите пистолет на место Переезжаете на другую колонку Говорит оператор Она вам включает заново Так вот, если Мое это бредовое видео Смотрит кто-то Человек когда-либо связанный Не обязательно с компанией топлайн Просто с АЗС Который мне действительно Незаинтересованный Может рассказать Объяснить Это норма или нет Если это норма Да, технические условия Мороз и солнце День чудесный То тогда ладно Просто я Я почему-то лично Мое мнение Что нас дурят На нас Мало того, что цена большая На бензин Еще так вот Обманывают Так что друзья Слушайте Если кому-то интересно Пишите обязательно В комментариях Свое мнение До новых встреч Алло Добрый день Добрый день А меня зовут Яков Франчик А, все понял Ага Меня зовут Александр Вот скажите На заправке На 25-й линии Вот второй раз У меня Пистолет не включен Высвечивается сумма Небольшая Но очень неприятная Ну это нормально По оборудованию Это нормально По вашему оборудованию Это нормально Почему происходит Это только Я заправляюсь На трех АЗС Только на именно На этой АЗС Если это нормально Оно должно Как бы повторяться На всех Правильно? На всех АЗС Да На всех АЗС Но система одна Колонки одни и те же Не факт Почему? Объясните мне Вот я как технический Специалист И хочу узнать То есть это норма Или это не норма И почему это так происходит Это норма Но везде Как бы Колонки Они моделятся Как бы Ну и модели Немножко разнятся А где-то Насосы стоят Погружные Где-то насосы Стоят прям Непосредственно В колонке Он работает только На два пистолета На два пистолета А почему это То происходит То не происходит От чего это вообще Зависит Именно вот мы берем Вот одну и ту же АЗС Одну и ту же колонку То по нулям То не по нулям От чего это зависит От времени суток Или от чего От температуры Где-то времени суток Может зависеть От температуры И То есть Очень много факторов Ну Вы прекрасно знаете Что такое бензин Я так сказал Чтобы технически Как бы человек Образован Ну это не суть Не в этом Я простой обыватель Я потребитель Вашей продукции Мне продукция Ваша устраивает Мне вот хочется знать Я заправляюсь Принципиально Да Понять То ли меня дурят Потому что цена На бензин И так достаточно И имеют И имеют Чуть-чуть Свойства Как бы Со временем Как бы Расширяться Пока он новый Естественно Как бы У него жесткость Хорошая Со временем Естественно Расширяется Вот И поэтому Вот эти копеечки Ну может И копеечки А может И рубля 2,80 Вот Можешь набежать Это один момент Почему-то происходит Второй момент Погодный Вот Топливо Хранится в резервуарах Топливо Хранится в резервуарах Вот Естественно Там температура Теплее Попав В колонку На улице У нас В Сибири Дерем Холод Минус Сам большой То есть Естественно Температура Разница Внизу И снаружи Естественно Если колоночка Постояла Там какое-то время Бензин Немножко Сжался Вот Вот они Обязали Допустим Вот такой вопрос Заезжает машина Заправляется Происходит Такой Такой Случай Да 2.80 Вот допустим На счетчике Набежала Да Отъезжает Но это первая машина Достает телефон Начинается снимать Начинается возня На АЗС Заезжает тут же Следом Следующая машина Тоже все равно Колонка Независимо от этого Должна показать Такую же Такую же ситуацию Не факт Не факт Вот второй момент Температурный Который может Повлиять Если колонка Постояла Там допустим Полчаса Там час Никто не заправлялся Бензин Естественно Сжался Вот Вторая машина Заправилась Ничего Она не производила Никакой съемки Допустим Да Я хочу исключить Вариант Что заправщики Мутят что-то Через компьютер Она заехала Ничего Никаких манипуляций С видеосъемкой Не производила Следом Заезжает Второй автомобиль После того Как заправка Только что Отработала И этот человек Начинает съемку И у него Показала То есть Такое может быть Может быть То есть В любом случае Как ни крути Все равно Правды не найти То есть Все равно В любом случае Это нормальный вопрос Это Ну как правда В этом Вся и правда То есть Что Нереально Ну Я не знаю Если Ну наверное Есть какие-то колонки Другие Которые Как бы Не улавливают Вот эти Незначительные Отклонения Потому что У нас Колонки Очень Высокочувствительные А как часто Проверяют ее На вот Точность На точность Два раза в неделю Ой Два раза в месяц Раз в две недели По моему требованию Могут Вот я приехал У меня вот такое А как это все происходит Ну единственное Что вам нужно будет Попросить То что видите Слетарь один Обслуживает 7-8 заправок Ага То есть Только Слетарь может приехать И показать вам И объяснить Действительно Который Ну То есть Заправщица Вот как показывают Видео Да Вот у людей Не ваша сеть Газпромнефть В городе Омске Даже были случаи Что деньги на колонки Бегут И производится Заправка воздухом Вызывают они Заправщицу Она берет Какой-то некий Резивуар Приваренный трубой Делают контрольный залив И смотрят Сколько заливается У вас такого нет У нас такое есть Но сама заправщица Как бы не может Это сделать А вот тот Человек Который Очень часто Непонятно То ли бомж Ночует Там Греется Вот заправщик Вашей одежде Который Никаких функций Он там Блин На мой взгляд Не выходит Не заправляет Иной раз Просто сидит В углу Он может Это сделать Нет Не может Тоже не может Только техник Да Только Если По обслуживанию Оборудования Ладно Большое спасибо За разрешение До свидания